Дедушка Мороз Дочитай, пожалуйста, это письмо до конца. Это не реклама, не фейк, не спам. Это реальная возможность заработать. Но я могу вам сказать, что я хочу сейчас поговорить не о деньгах, не о шикарных возможностях путешествия, реализации своих мечт, о чем сейчас говорили мои коллеги. Я хочу с вами поговорить о совершенно другом, просто о жизни. В одной лекции, которую я обожаю, лекции нашего президента Романа Викторовича, звучит вопрос, который не сходит с моих уст уже несколько лет. Я думаю, вы все его слышали. Когда ты планируешь начать жить? И я этот вопрос очень часто задаю сама себе. И часто задаю этот вопрос другим людям. Просто жить, понимаете? Жить. Не выживать. Не существовать. Жить. Что для нас с вами означает просто жить? Ведь жизнь — это яркие эмоциональные моменты, которые мы нанизываем с вами как бусинки на нитку нашей жизни. Правда? И я очень хочу вас сейчас попросить кое о чем. Пожалуйста, вспомните. Или кто не может вспомнить, представьте те самые яркие моменты в вашей жизни. Может быть, из детства. Вспомните, как первый раз получилось поехать на велосипеде. Или, может быть, прыгнуть с вышки в воду. Было же такое? А кто-то первый раз упал, разбил коленки. Вспомните ваши первые победы, первые поражения. Вспомните первый раз в первый класс. Стоишь на линейке, сердце замирает. А кто-то, может быть, вспомнит, как отправили своего ребенка или внука совсем недавно, так же первый раз в школу и так же трепетало сердце. Вспомните, вспомните, вспомните эти эмоции. Вспомните наполненные слезами глазами матери, которая гордится вашими победами. Вспомните необыкновенные глаза отца, наполненные так же гордостью за вас. Вспомните, когда вы первый раз в своей жизни взяли в руки маленькие ножки вашего малыша. Вот эти махонькие крошечные лапочки. Вспомните, вспомните первую любовь, первые поцелуи, первое свидание, первую боль, расставание, потерь, разочарование. Все это, уважаемые дамы и господа, это и есть наша жизнь. Черная и белая, разная. К чему я это? Однажды на обучении Ром Дженсен, профессор доктор Ром Дженсен сказал, «Life is good – это и есть жизнь». И мне было вообще непонятно, о чем он. А сейчас я могу вам сказать, что было за 4 года жизни в «Life is good». Какие были яркие эмоциональные моменты. Была боль бессилия от того, что невозможно пробить глухую стену недоверия. Бьешься и абсолютно никакого результата. Были трясущиеся коленки, когда я впервые выходила на сцену на РБС в своем родном городе. А сейчас необыкновенный восторг и гордость от тысячи глаз, которые смотрят на меня с надеждой, что у вас все получится. Первый раз я выехала за границу в холдинге «Life is good». Первый раз полет бизнес-классом «Life is good». А первый раз Средиземное море «Life is good». Первый раз такая шикарная сцена «Life is good». Первые партнеры «Life is good». Первые хорошие чеки «Life is good». Это все «Life is good». Множество таких моментов. Конечно, были и боль, предательство, и разочарование, и страх. Было все. Но жизнь, она тем и хороша. Она яркая. Она эмоциональная. Я хочу поделиться с вами одним стихотворением, которое сопровождает меня по жизни. Его написал мой земляк. Человек, который мечтал о космосе, но в 16 лет неудачно прыгнул в воду, его парализовал. И он каждый день, держа в зубах кисточку, писал картины. Можно, да? Вы же не против? А жизнь, что пластинка хрупкая, с записью двусторонней. С одной стороны халтурка, с другой ураган симфоний. Не плачьтесь вы слезным градом, что ритмы у вас картавые. Пластинку винить не надо. Не той стороной поставили. И каждый день я благодарю себя за то, что я не сдалась. За то, что я здесь, за этот проект. Благодарю нашего президента Романа Викторовича, его родителей за то, что все это есть. И каждый день я пишу видео о своей жизни, каждый день, несмотря ни на что, как бы не устала, где бы не находилась, какой бы не был интернет. Знаете почему? Потому что я верю, что каждый из вас может прийти домой, посмотреть в глаза своим близким, своим любимым, посмотреть им в глаза и сказать, я счастлив. И я сделаю все, все, что в моих силах, все, что от меня зависит, чтобы наполнить вашу жизнь яркими моментами. И я знаю, что вы, дорогие мои, это сможете. И я еще могу вам сказать следующее, что, конечно же, вот это вот наше бессилие, оно все равно придет. Конечно, вы устанете, будет куча всяких там причин, проблем и так далее. Знаете, что я делаю, когда я устаю и мне ничего не хочется? И задаю себе вопрос, имею ли я право не рассказывать людям о том, что можно жить? Имею ли я право выйти, посмотреть в телевизор, где собирают смс-ками деньги на то, чтобы спасать детей, не рассказать о том, что можно прийти и заработать? Имею я на это право? Имею я право молчать? Нет. Имею я право на халтурку или на ураган симфонии? Вам какой вариант? Пообещайте себе, что вы приедете домой и сделаете так, чтобы ваша жизнь была наполнена многочисленными и яркими моментами. Пообещайте, что будете на всех событиях компании. Просто пообещайте одно – никогда не сдаваться. И я желаю вам от всей души, будьте яркими, будьте дерзкими, будьте счастливыми, будьте открытыми, живите со всей страстью. И пусть ваша жизнь действительно будет. Life is good! Life is good!